Сначала вам тортик показать. Вот такой мы торт Лучана купили. Сейчас покажу. Называется торт грильяжный. Такой. Класс? Софийка выбрала такой. Сказали, он внутри как киевский. Потом, когда будем кушать, похожий как на киевский, потом, когда будем кушать, я вам покажу. Вот такой тортик внутри. Очень-очень вкусненький. Да, он напоминает киевский, но не совсем, конечно, как киевский. Это грильяжный, но кто любит торт киевский, он очень похож. Вот такой сухой, с сухой прослоечкой. И Микуся хочет тортик. Всем привет! Доброе утро, мои дорогие! Сегодня последний день этого года. 31 декабря 2019 год. Все, прощаемся. Его провожаем. И пусть все самое плохое, что было, уйдет вместе с 2019 годом. А впереди нас ждет все самое лучшее и хорошее. Так, что вы там, девчонки, мальчишки, салатики режете? Я вчера легла спать в 5 утра, до 4 часов готовила, уже Женю дождалась с работы, в пол пятого он пришел, а я говорю, я в 4 только все закончила. Мне осталось немножечко, ну, отбивнушки и замариновать утку. Утку я буду готовить завтра, потому что сегодня мы идем в гости, я ее не буду брать. Завтра к нам приходят гости и, в общем, приготовлю я завтра. Пусть они до завтра маринуются. Так, что я приготовила? Холодец я уже вам показывала на видео. Салат оливье нарезала, только не добавила еще огурцы. Женя пошел в гора, сейчас огурцы принесет. Я его майонезен не перемащивала, просто так стоит. Потом приготовила сельд под шубой. Приготовила блинчики, вчера пожарила, подготовила. Сегодня буду рулетики заворачивать с красной рыбкой. Что еще было? Я потом видео сниму, покажу. Что еще? А, печеночный пирог. Вчера приготовила начинку и пожарила вот эти блинчики печеночные. А сегодня их только сейчас намажу, пусть он пропитывается. Так, Женя ходил в магазин только что. Купил мандариночек, купил. Что еще купил? К столу купил. Колбасу в этом году не покупаем, не хочу колбасу. Мы и так ее все время едим. Будет сыр и просто мяско. Вот, что еще? Хлебушка купил. Хлебушек бородинский. Вот так. У меня размораживает. Как, размер здесь? Привет, Софика. Привет. София уже? Можно. Поздорово. Ой, светитик, всем привет. Привет, привет. У меня размораживается. Ну как, мясо уже размерло. Сейчас я две ножки буду готовить. Мандаринки. Да, папа купил мандарин. Я слышу уже, кто-то говорит. Тортика наелись. Такой торт вкусный. Я обожаю киевский торт. Это, конечно, не киевский, но похожий. Грильяжный, очень вкусный, свеженький. Так что мы начали уже праздновать с утра. Наелись. Я говорю, теперь бы полежать. Я встала в 10 часов, позвонила мама. Говорит, папа приедет за продуктами забрать. Холодец я им передала. А я говорю, ну хорошо, пусть приезжает. А я вчера селедку под шубой готовила. И мама тоже селедку покупала, там скумбрию копченую. Думаю, и маме почищу. Сразу и свою почистила. И маме я говорю, мам, я тебе уже селедку почистила, так что готовь шубу. Она, о, хорошо, говорит, спасибо. Так, что вам показать? Холодечек мой. Какой получился. Сейчас вам покажу. Смотри, ах, застыл какой чудесный. Холодец застыл. Сейчас покажу вам сельдь под шубой. Какая у меня получилась. Смотрите, какая селедочка. У меня в два слоя. Селедка, в общем, чередовала слои. Вот такое блюдо получилось. Пусть стоит. И салат оливье. Только осталось перемешать, добавить огурчики. Все стоит, все заготовочки, все готово. Уже вам показываю все. Так, блинчики вот это буду с красной рыбкой готовить. На печеночный пирог тоже блинчики. Уже испекла. Сейчас, наверное, сделаю намазочку. Да, я зажарку сделала. Приготовила. Зажарка. Так, уберу мясо. Зажарочка. Морковка, лук. И смешаю сейчас чесночок с майонезиком. И вот эти буду слои перемазывать. И пусть он настаивается. Так, у нас погода солнечная, светит солнце. Очень сильный ветер. Сильный-сильный ветер такой ужасный. Ну, грязи нет. И ночью обещают снежок. В 2 часа ночи прям 81% снега. Ну, а потом дождь. Ну, ладно. Я говорю, может, хоть чуть-чуть порадует снежком. Беленьким припорошиться. Так, все. Вы готовьте. Нарезайте салатики, кто еще не нарезал. Что я буду? А ну, все. Буду утку мариновать. Готовить. Вот. Так. Настроение отличное. Выспалась нормально. Зато мне сегодня меньше работы. Еще дома сейчас надо поприбирать. Ну, как я позавчера, когда вот генералила. Ну, все равно. Хотя бы попылесосить. Пыль вытереть. И полы промыть. Чтобы дома было чистенько. Так, Микузька спит. Сейчас вам покажу. Вытянула у себя с лежака одеяло. И все. Спит. Печеночный пирог готов. Приготовила. Много коржей у меня получилось. Я даже не считала. Но много слоев. Потом в конце еще украшу. Сейчас не буду украшать. Потому что нести его. Чтобы я его не испачкала. Ну, не повредила. Ну, что, девчонки. Салатики дорезали, мальчишки. Я продолжаю готовить дальше. В общем, печеночный пирог показала вам. Отбивнушек нажарила. Отбивнушек нажарила. Теперь на кухне навела порядочек. Я сразу как готовлю. Все. У меня все везде чистенько. Все убираю. Сразу, чтобы был порядочек. Так. Теперь готовим новое блюдо. Я уже готовлю первый раз блинчики с начинкой, с красной рыбкой. Сейчас камеру опущу вниз. Себя тогда показывать не буду. Буду вам просто рассказывать и показывать. Готовлю, девочки, первый раз, мальчики. Достаю рыбку. Вот такую рыбку. Сейчас надо шкурочку с нее снять. Ну, в общем, готовим. Так, рассказываю, что нам надо. Блинчики пожарили. Готовьте, как готовите обычно. У каждого свой рецепт. Ну, только добавляйте меньше сахара, чтобы они были не очень сладкие. Так. Я положила меньше, чем обычно. Потом. Итальянские травы нам нужны. Укроп. Ну, укроп. В общем, у меня нет свежего укропа. Укроп можно добавлять. Свеженькие, но у меня мороженое. Ничего страшного. Можно петрушечку добавлять. Так. Мне надо майонез. Обыкновенный майонез. И сыр Филадельфия. Но, кто меня смотрит, знает, что я покупала вот такой вот крем. Ой, сыр. Мягкий сыр в филокреме. Он очень похожий на Филадельфию. 65% жирности. В общем, буду готовить из него. Мне надо 300 грамм. Так. Пачечки у нас 200. Вот это все мы сейчас смешаем с укропчиком, с майонезиком и с травками итальянскими. Видите, какой жирный. Сейчас мы его, ох, сюда отправим. Сыр добавили. Но я сейчас еще пачечки добавлю. Решила, что не буду ничего делить. Добавляю все 400 грамм. Ну, побольше намажем. Нормально. Майонезико сюда сейчас. И все мне это надо перемешать. С майонезом. Майонеза надо было 3 столовые ложки. Ну, не знаю, я на глаз так сейчас выдавлю. Вот, буду посмотреть. И чем же ж вот это перемешать, как вы думаете? Мне кажется, вилкой было бы лучше. В общем, надо это все перетереть. Ох, укропом как запахло. Надо сделать такой, чтобы он мягенький был, чтобы удобно было распределять, намазывать на блинчик. Это очень густой. Еще буду майонез добавлять. Не знаю, любите ли вы итальянские травы. Я не знаю. Первый раз добавляю. Ну, в рецепте. Это рецепт Ольги Матвей. Кто смотрит Ольгу Матвей. Не знаю. Я бы вообще их не добавляла. Ну, ладно. Есть в рецепте. Значит, немножко. Прям немножко. Все, хватит. Мне как-то, не знаю, запах. Хороший запах, но не знаю. Попробуем. Все, майонезико еще добавим, добавим. Потом вам скажу, вкусные или невкусные получились. Такие рулетики. Я так мешаю, что плохо было видно, да? Камеру далековато поставила. Все равно еще надо майонез густоватый. Сейчас я еще добавлю, чтобы мягенькое было. Сейчас, девчонки, я все перемешаю. Потом покажу уже, какой получится у нас состав. Так, снимаем. А ну, шкурка даже, смотрите, и так замечательно. Я ее вначале подрезала. И срезалась. Есть. Так, на этой фольге, наверное, порежу. Вот такими вот кусочками. Надо было на два разрезать. Мне надо будет длинненькими. Вот такими полосочками нарезаем рыбку. Что-то я переживаю, что у меня рыбки не хватит. Только что позвонила Женя. Женя в магазине. Я говорю, да купи мне еще одну на всякий случай. Ну, вы поняли. В общем, вот такими длинненькими буду ее нарезать. Вот так. Все, рыбку нарезала. Она у меня вот тут пусть и лежит на этом. В фольге. Теперь берем блинчик. Блинчик. И намазываем. Распределяем вот этой намазочкой. По всему блинчику. Вот знаете, плоховато я растерла. Наверное, сейчас еще придется. Сыр не весь рассыто. Растерся. Хотя он мягкий. Вот так блинчики до краев все намазываем. Хорошенько. Сейчас я на одном блинчике вам покажу. Разрежем. Посмотрим, какой он внутри, в разрезе, как смотрится. Я в том году по рецепту Ольги Матвей готовила печеночные трубочки. Очень вкусный рецепт. Мне нравится. Тоже на Новый год готовила новенькое. Так, теперь что делаем. Берем рыбку. Вот так укладываем. Видно вам хорошо? Так, вот так длину рыбочку. И подворачиваем. Хорошо подворачиваем. Теперь заворачиваем вот эти бока. Я теперь смотрю, надо меньше мазать намазки. Многое намазала. И заворачиваем в трубочку. Ага, намазки многовато. Значит, второй сделаем меньше. Вот такой блинчик у нас получился. Так, ножичек взяла. Теперь мы его разрежем. Как он должен выглядеть на тарелочке. Ага, вот так. У Ольги Матвей было красивее. Теперь я поняла, многое положила девчонке намазки. Значит, сейчас я буду меньше намазывать. Но надо попробовать же. Пробую, что оно получилось. Да, надо меньше вот этого намазать. Потому что рыбу не так видно. Оно сливается. Но на вкус это не влияет. Вкусно. Но рыбы не сильно мне так слышно. Слышно рыбку. Укропчик слышно. Итальянские травы. Хорошая закуска. Но сейчас буду меньше намазывать. Поняли, что многовато. Тоньше делать слой. Но я первый раз готовлю, пробую. Закуска хорошая. Вкусненько. В общем, буду мотать блинчики. Уже потом понесу в гости. Нежное во рту тает. Буду готовить дальше. Накручу, покажу, сколько получилось. Вот столько получилось у меня блинчиков. Вот еще один. И осталась у меня еще намазка. Но мы вчера много скушали блинчиков, когда пекли с Софейкой. Как раз бы хватило. Открыла я еще вторую семгу. Кусочки вот остались. И знаете, что поняла? Блинчики. Вот который толстый, потолще блинчик не проходит. А если вот дырочки, видите, вот как намазка выходит. В общем, блинчики печем. Девчонки, если кто будет делать, толстенькие, тонкие, не пеките. Ну что, еще раз попробую разрезать, проверить, намазывать очень тонко. Первый вы видели, как я намазала очень-очень жирно. Остальные я размазывала прям тоненький-тоненький слой. Ну давайте сейчас попробуем. Может снова не получится. Нет, вот сейчас получилось. Смотрите, как смотрится. Итак, на тарелочку разложить. Да, вот это красиво. В общем, мажем. Ну я первый раз делаю, вот вам рассказываю. Как бы первый раз экспериментируем, пробуем. И рыбку ложить подлиннее кусочки. Я потом уже вторую рыбку длинные делала кусочки. Ну так красивенько смотрится. Вот. И в следующий раз я, наверное, укроп не буду добавлять. Не знаю, вроде бы и вкусно, и в то же время сильно его слышно. Ну не знаю. В общем, надо экспериментировать. Ну всё, блинчики готовы. Всё я приготовила. Всё успела. Теперь осталось только себя в порядок привезти, подготовить. Ну всё, будем прощаться. Встретимся с вами в следующем году. То есть завтра. А на сегодня всё. Этот год закончился. Всем желаю всего-всего хорошего. Хорошо отметить Новый год. И всем здоровья, счастья, любви. Всё. До завтра. Всех с наступающим.